В следующий год 2018 года, минавито в этот день, вся сельскохозяйственная техника, якая выкористовывается подчас весновых полевых работ, повинна быть готова до выхода на палетки. Разум с тем, подчас республиканские нарады выказывается думка, что завершить работы у вызначенные термины тримается не усюда. У одних районных означаются тяжкости с наявностью запасных часток, у инших есть кадровые проблемы, плюс финансовые проблемы сельскохозяйственных предприемств, у некоторых не хапает сродку, как оплатить складанные работы, не кажучи уже об набытии новой техники. Правда, все это, наибольшь слабым, в финансовом плане господаркам плануется оказать допомогу на державном узровне, але у вынеку неразликов отказывать придиться самим регионам. Сегодня правительством разрабатывается указ, в котором мы предлагаем и будем покупать 500 энергонасыщенных тракторов, 500 зерноуборочных комбайнов, 500 кормоуборочных комбайнов новых для сельских организаций, которые финансовое положение не совсем стабильное или которые, значит, имеют какие-то проблемы в финансовых расчетах. Но здесь вступают не только государственные поддержки, мы не планируем, но техника будет поставляться под гарантией область полкома. И в случае неуплаты область полком будет принимать меры по погашению задолженности за данное хозяйство. Для того, как зарабить рамотные работы больше данными, на Гомичине распроцвали целый комплекс мероприемств, починаючи от выкористания запчасток, які вырабляются у першого чагу на території региона, при необходности местовое предприемство повинны поведечить ассортимент и освоить новую номенклатуру. А про чатаго принято ращение о промонте и далечем выкористане техники, якая уже отпроцвала на палетках по неконки годов. Хоть это не значит, что новых сельгазмашин на Гомичине не будем. Чакается, что все лето на Гомичине за бюджетные сродки будучи набыты 120 новых тракторов, які размякуюсь по районах, и не станусь таким своясабливым резервом старшинь райваконкаму, які будя выкористовываться на самых отказных участках. По сутности, размолы идя б створением механизованных отрадов, ходках реагования. У минулом годе Беларусь накеровала на экспорт сельскохосподаршую продукцию на 4 млрд 200 млн долларов. Сегодня так это покажек плануется повеличить до 5 млрд. На практицах это значит, что необходно повеличивать як объемы в творчости, так и якось продукции. Калі техніку не поспеючь подрагаваць свечасова, выкануць гэтэй планы будзе зусім не простам. Правда, на Гомичине сами рамотники запевниваюць, то такі вариант навод не разглядаецца. Взаимоотношения между сельхозпотребителем и ремонтниками найдены. Денежные средства для этого присутствуют. Заводы-изготовители идут навстречу в выпуске запасных частей и содействують для этого нашим аграрам. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, Телер, Радо, компания «Гомич». Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова